Друзья, вода так и прибывает Вот это льет Пусть этот божественный напиток Ягоды, которые впитали в себя Весь солнечный свет, нарующий жизнь Сей по землю Разольется теплом по жилам И окрасит жизнь С новыми красками Чтоб беседа у нас с вами потекла Мягко Гладко Давайте ваше здоровье Дядя Вова убирает все спиннинги, удочки, весла Потому что вода уже на грани вот-вот 26 день, друзья Утро вроде доброе Выспались замечательно В 7 утра Ну, судя по воде Конечно, так себе занятие Море, 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 море Вы видели слева от нашей лодки косу? Ее нету Сюда лодка была привязана веревкой 30-метровой Вода уже здесь Вот дядя Вова удочки переложил Они были около этих кустов Вчера вечером Поздно А вот заход к избе Собираемся и пробуем стартовать Морее 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 Наташа молча и заботливо делает бутерброды. Дедя Вова спит, тихонечко собираемся, закипит чай, будем пить чай, на улице очень, довольно таки тепло, безветренно, нет ни мошки, ни комаров, много воды. Хорошо, комфортно в общем. Смотрите, у нас какой вот раз в поездке черный хлебушек. Какого хлебушка мы взяли 10 булок, потому что одна булка это половина обычная. В первую очередь доели белый, сейчас будем есть черный. А этот хлеб пролежит, предыдущий хлеб у нас пролежал, получается неделю где-то он в своих родных пакетах пролежал, может даже меньше, а потом мы его, он был нарезан кусками уже, мы его сложили в тряпки, материал, да и вот мы еще недавно его доедали, получается он у нас больше трех недель пролежал и даже плесень покрылся. Садишься мне как-то. Фу. Что ты пришел? Фу. Фу. А вот наверное рыбу скормить. Последняя. Вот это все? Угу. У тебя один арно-черный, двойной зеленый, по зеленому штуканю. Пуля, пуля, сюда. Пуля, сюда. Дима хорошая. Кушай, 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 кушай. щука копченая шарики натуральные после будет чистейшая зеркальная вода кристальные зереки вот это завтрак то ли дело у нас двойной зеленый хлеб с колбасой кушай вот это все вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы продолжаем укладываться Позавтракали По реке уже поплыли здоровые коряги Здоровые деревья Дядя Вол нас провожает Мы укладываемся Пытаюсь сделать вид, что провожает Сейчас с нами в лодку прыгает Давай я в Верховье Как цыгане, ей-богу Сейчас уберем Цыган Константин Цыганка Наталья Вот и пришло время расставаться С хорошим человеком Всегда это грустно Звучит музыка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Звучит музыка Звучит музыка Остановились почистить интеги Идем Вот Прямо по таким кустам местами Лишь бы только было хоть По колено воды И чуть больше Тогда идем хоть 17 18 С краю 8, 9, 10 Местами такое ощущение, что до 7 даже падает Сказать, что мы удивлены Вообще ничего не сказать Воды мало Плохо Воды много Еще хуже Блин, знали бы, что будет такая вода Мы бы В избе бы не выложили бы Винтовой редуктор С Этим С выносным трансом Мы бы сейчас на винте По такой реке Сейчас шпарили бы Сороковку Ну, хорошо 35 Ну, это лучше, чем 8 Вообще Да, очистим Выкладываю Д Bon из пырвы Солком Монг Круто Солком Круто Нелегизировал что Солком 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 О Солком Солком Субтитры делал DimaTorzok Всех, кто внес финансовую поддержку в развитие нашего канала. Особенно хочется выделить компанию «НВ-строй-терминал» в лице директора Бочкарева Владимира Николаевича. Большое всем спасибо! В компании «НВ-строй-терминал» можно приобрести огнезащитные краски, пропитки, антисептики, декоративные пропитки как по бетону, так и по дереву. Также компания «НВ-строй-терминал» занимается теплозащитой. В ассортименте компании «НВ-строй-терминал» также имеется изделие из ДПК. Это террасная доска, грядки, мебель. В общем, со всем ассортиментом вы можете ознакомиться на сайте этой компании. Ссылку я обязательно оставлю в описании. Дошли до избы Романа Романыча. Сейчас будем закладку с бензином делать. Мы уже побежали побыстрее. А вот тут у него собачка живет. Дядя моя хорошая, такой смешной лис. Рыженький, рыженький. Ой, наше поиграть охоту надо же. Какие красавчики растут на территории. К сожалению, несъедобные. Но красивые. Какая красота у Романыча. Все скошено, все аккуратненько, прямо. Райское место. Тишина прямо. Ой-ой-ой. Так бы остался здесь. Но цель у нас другая. Вот с Наташкой думаем лодку махануть, что ли. Ну, какая длинная. Хорошо идет. Ну, то, что наша. Смотрите, собака такая лунная. У них есть и конуры, и все тут. Она себе вырвала. Вот я вот тут собака вырвала. И там спит. Вот это да. А когда дождик идет, как? О, Романача, какой тут раритет есть. Говорит, что на ходу. Нептун 23. Все, винт, все установлено. Вот это раритет. Роман Романович, мы твою собачку угощаем. Пуль не жадничай. Иди кушай, 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 кушай. Иди, кушай, иди. Иди, кушай, иди скорее. Иди, кушай. Ну, иди сюда, рыжий. На, скорее. Кушай, кушай давай. На, скорее, кушай. Ой, молодец. Молодец. Молодец, молодец. Кушай, кушай, кушай. Поль, не мешай. Да, не мешай собачке кушать. Голодный парень. Поль, не мешай. Вот, молодец, мальчик кушает. Делаем еще заправку. Сколько съели бензина, на какое расстояние, я вам даже не скажу, так как вдруг люди смотрят с больным сердцем, им станет сразу плохо. Под конец только начали идти уже 18-19. Прям шли уже, прям по кустам я уже не стеснялся, я лучше чаще чистился. Чистил интейк, но зато шли 19-20, даже 22 местами было. Потому что идти чуть, даже 2 метра от берега, все. 10, 12, 13, местами вообще 9. Это, конечно, неожиданно. Сколько мы взяли литров 350, нам бы мы еще обратно привезли, брали с большим запасом. Но выходит, что все прям сильный аккурат. Сейчас тут перебрал все вещи. Пустые канистры и запасный обратный путь мы скинем. Надеюсь, что побежим еще лучше. Жалко, что у Романа здесь остаться нельзя. Ой, как было бы прекрасно. Пускай здесь нет Хариуса, пускай здесь нет Тайменя, но место настолько шикарное. Я бы согласился отказаться от всего, но пожить здесь, к сожалению, нельзя. Ну что, Рыжи Лис, наелся? А? Наелся? Да ты молодец. Ты покушал? Да, ты покушал. Ты такой добрый. Белый носик, розовый носик. Ты покушал? Подобрел? Это и так не злой мальчик. Да, вот так вкусно кушал. Ай, молодец. Молодец. Ой, 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 ой. Все мордашка выйдет? Молодец. Ну, пускай, пускай, пускай у тебя. Ты решил пойти доесть, что ли? Так, пуля пошла разборки наводить. Не наелся. Это Роман Романоч, какая лиственница огромная. Вековая. Ох, за свет, ничего не видно. Но очень красивая. Просто вообще ствол у лиственницы. Ну, у меня, наверное, 4 тут будет точности, не 5. Ай, как красиво. Ну что, Барбосик? А, Барбосик? Барбосик, ты покушал? Ты, Барбосик, наелся? У тебя такие глаза рыжие. Да. Вот такие глаза большие, янтарные. Ну, посмотри. Ой, какой красавчик, красавчик, красавчик. Да, 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 да. Пуля, не ругайся. Пуля, не ругайся, не ругайся, не ругайся. Все, не глажу никого, не глажу. Ну что, покушали, можно и поиграть? Да? Такой хорошенький. После дождя, нескольких дней дождя, сколько дней, 3-4, наверное, в дожди-то льют. Сегодня, вот, вот, фу, не сглазить. Дождя нет, пасмурно, но дождя нет. Обострилось, обострилось количество, как всегда, мошки и комара. Надо даже говорить, тяжеловато, сколько мошки. Ну, кедровочка, как всегда, кричит. Так, круговорот собак вокруг меня. Конечно, всем же надо это сделать, да, Пуля? Да, да, давай, давай. Вот, молодец, отличилась. И рыжих сейчас так же сделает. Пуль, ну поиграй. Все, парень обиделся. Он перед ней и так, и сяк, и так повернется. И так повернется. Да? Рыжик, ты рыжик. Ты рыжик. Да ты что, рыжик. И пуль, пуль. И лапка ее всяко разная, да? А она на тебя не смотрит. А она на тебя не смотрит, да? Не смотрит. Пуль, ты зачем оседлала, парень? А она на тебя не смотрит. А она на тебя не смотрит. Встали на дозаправку, окалели, замерзли вообще. Дует очень холодный ветер, даже без движения на лодке. И периодически моросит дождик. Наташка вон пошла подразмять ножки и кушает. Наташ, ты что-то кушаешь, голубику? Голубику. Голубику. Пуля, естественно, в лесу гоняет зверей. Куда-то уго, опять ломанулась. А, вон она. Про пули рассказываю. Она думает, что там кто-то в воде. А там палка. Вот чудушка. Да пуле палка там. Вчера ночью вообще на коряге гавкала, которая плывет. А потом у нас переплыла на тот берег. И мы ее потеряли. Смотрим, плывет обратно. Это за какой-то корягой поплыла. Ну, и смешно, и плакать хочется. Осталось нам 40 примерно километров. Примерно. Вода очень резко в верховьях упала. Естественно, скатилась вниз. Появились меляки. И местами мы уже 27 идем. Уже прям совсем другое настроение. Ну, еще холоднее, опять же. Ну, это хорошо. Пускай уж и холодно, зато меляки, чем такое большое течение. И много воды. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Друзья, мы прибыли. Мы это сделали. Сказать, что мы рады, вообще ничего не сказать. Дожди были сильные. Дожди были сильные, крыша течет конкретно у избы. И мы в этот раз привезли с собой очень-очень плотный тент. Сейчас будем закрывать крышу до трубы. И оставим его здесь, потом веревочками. Ну, короче, в общем, все, дальше увидите. Сейчас самое главное, нам его просто накинуть. Протопить печку, чтобы было сухо. Спать мы ляжем сегодня в 2 часа ночи, наверное. Ну да, ничего не изменилось. Ветрище, как назло, задул. Дождик периодически моросит. Быстренько накинули. Сейчас закрепим маломальски. Вот получился он 280-я или 320-я толщина. Я забыл, как называется, ткань ПВХ или полиуретан. Черт его знает. В общем, закрылась почти до трубы. 4 на 6 он. Отлично. И от трубы искры почти не попадут. Но он, я думаю, не боится. И закрыли самое главное, где бежит. А завтра мы его веревочками поднатянем хорошенечко. И все отлично будет. Думаю, что лет 5-6 он здесь пролежит без проблем. Пока мы обустраиваемся. Наташка, он уже без сил таскает из сумки. Кто-то у нас дрыхнет. Нашел мягонькое местечко. Точнее сказать, сухонькое, да? И дрыхнет. Наташка роется в ящиках. Вот просто нужно что-то честно закусить. Ни больше, ни меньше. Чтобы ничего не готовить. Просто что-то перекусить. И все. Ты сказал, и закусить. Да, перекусить и закусить. Нам нужно просто выдохнуть. Приколотил я со всех сторон. Наскоряк. А завтра уже попытаемся до ума довести. Конечно, бы его чуть-чуть до трубы подвиньше. Ну и так хорошо. Господа хорошие. Туристы или еще кто-то. Кто-то может быть. Не знаю откуда. Ну, может вы научитесь за собой прибирать. Вы бы еще насрали бы тут. Извиняюсь за выражение. Все покидано. Все валяется кругом. Вот просто как в помойке. Какие-то полотенца грязные висят. Зачем вы их оставили? Ну, одежда. Ладно, понятно. Какая-то еда оставлена. Ну, а это что? Ну, сложно за собой убирать, что ли? Ну, вообще просто свинарник. Может, раз уезжали, оставили за собой полный порядок. Здесь все подмели. Все убрали. Слух нет. Вот Наталья Владимировна моментально организовала стол. Вообще мастерица. Вот есть лица просто? Я разжег печку. Надо просушиться в ВИЗБе. Там. От слова просушить, я не знаю, сколько надо будет сушить. День и два. Ничего, все просушим. Там по стенам все бежало. Там влага, там просто рассада. Там уже крепок, наверное, какой-то. Друзья, когда ты последний раз запракал в 7 утра, а время доходит 9 вечера, и все так вкусно. Вот такие бутербродики. Колбаска. Колбаска. И все остальное просто улет. А сейчас еще будет еще вкуснее. Будет говядина. Доширак. И доширак. Сейчас нас с тобой опять скажут, да вы че, доширак, жрете в тайге, нужно рыбу есть. Ну, сейчас поймаем, поедим и поймаем, и сделаем. Смарим, и кухаем. Опять нас так скажут, ты что, в кепке стоишь за столом, да ты че, не хресть? Хресть. Хресть. Как мы вовремя пришли, и дождик начался. Все горы затянуло тучами, все везде, небо затянуто, и пошел дождик. Мы опять украли денечек. Хоть он был и пасмурный, прохладный, мы замерзли, но сейчас пока шевелимся, согрелись. Вообще супер. Мы очень счастливы. Да, Наташа? Да, Наташа. Там все забрали? Канистру забрал, все забрали, мне даже здесь жарко. Теперь будем закрывать? Да. Раскладываемся потихоньку в избе. Вещи. Конечно же, у нас пульки места выделили на нарах отдельное. Да, да, да. Только не ругайся, бесполезно. Ну, ладно. Это на меня, что ли? Стол. Наше спальное место. И как мы успели. Как только мы, получается, закрыли крышу, и пошел дождь. Это прямо вот очень здорово. Топится печка. Конечно, видно все плохо, но... Главное, мы понимаем, что... Да, свет у нас включен на минималке совсем. У нас здесь все светло. Ну, телефон не справляется со своими обязанностями. В общем, у нас все замечательно. Продолжение следует... Продолжение следует...